Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Не дожил до встречи с родными две недели. Завтра хоронят нашего земляка, погибшего в Сирии. Уехали на фестиваль. Ульяновская делегация молодежи сегодня отправилась в Сочи. Скрипка – самое дорогое обучение в Японии. И она окупила вложения родителей. Маюка Камио выступит в Ульяновске. Сотни участников и 50 волонтеров представят Ульяновскую область на Всероссийском фестивале молодежи. Он стартует в Сочи уже в эти выходные. Свои планы работы делегаты перед самым отъездом сегодня озвучили главе региона. Всего же региональные эксперты рассмотрели 800 заявок. Но отобрали лишь сотню самых перспективных ребят. Это представители молодежных некоммерческих организаций, молодые журналисты и ученые, инженеры и спортсмены, творческие люди и предприниматели. Вместе с активистами из других стран они попытаются проработать образ будущего. И еще сформулировать ответы на наиболее актуальные вызовы своего поколения. Очень хотелось попасть на фестиваль такого масштаба, чтобы в первую очередь пообщаться с людьми. Ну и, наверное, миссия какая? Рассказать о тех интересных проектах, которые мы сейчас у себя реализуем. То, что у нас в регионе тоже есть много очень ярких, очень важных проектов, в том числе и в нашей организации. Всегда с таких мероприятий приезжаешь какой-то наполненный вот этими мыслями, идеями, желаниями к новым свершениям. Конечно же, хотелось бы получить заряд эмоций, хотелось бы познакомиться с молодежью из других стран, из других регионов нашей страны, принести что-то новое от них, перенять точнее, и в дальнейшем воплощать это в работе для региона и для своего вуза. Главное – это улыбка, это приветливое отношение ко всем абсолютно. И если мы не будем закрываться от людей, то они, я думаю, что пойдут нам на встречу так же. Флаг с гербом региона руководителю делегации передал губернатор области. Сергей Морозов пожелал ребятам успешной работы на фестивальных площадках. И то, что здесь собралась совершенно такая вот разная команда, как в плане возраста, так и в плане сердительности, говорит просто о том, что мы единый, мощный регион. Я искренне уверен в вас, в каждого, в вас, как в одну команду. Искренне верю, что мы вместе с вами можем справиться не только с экономическими, но и социальными, и политическими, и духовными вызовами. На фестивальных площадках ребят ждут дискуссии о современной молодежной политике, международных отношениях, спортивных состязаний, целый ряд культурных мероприятий. Каждый день фестивальные программы посвятят отдельному региону мира. Финальные посвятят России. Полученный опыт ребята будут передавать уже в муниципальных образованиях родного края. В Сирии погиб уроженец Ульяновской области. Российский бомбардировщик Су-24 разбился на авиабазе «Хмеймим» на взлете. Катапультироваться летчики не успели, погибли оба. Сегодня родственники погибшего Юрия Медведкова принимают соболезнования и готовятся к похоронам. С родными и знакомыми пилота сегодня пообщались корреспонденты. Юра сидел вот на этом месте. Он хорошо готовился к урокам. Был очень умный ребенок. Всегда тщательно готовился к урокам, был общительным и дружелюбным, вспоминает учитель химии Димитровградского лицея номер 16. Юрий Медведков перешел в эту школу в 99-м году и довольно быстро влился в коллектив. У них было хорошее взаимопонимание с классом и вообще в школе. Да и мне кажется, среди детей они быстро сходятся. Это не взрослые, может быть, у нас существуют какие-то преграды, препоны. А дети быстро сходятся. И он был коммуникабельным ребенком, общительным. Директор лицея перелистывает архивы. Вот имя и фамилия – Юрий Медведков. А в столбиках оценки и подпись. Свой аттестат он получил в 2000 году. Мы видим здесь очень хорошие оценки по предметам. Учился на 4,5, имеет даже награжден грамотой похвальной за особый успех по некоторым предметам. Родился Юрий в Узбекистане в городе Фергане в сентябре 1983 года. В 90-е его семья переехала в Меликесский район. С детства грезил о небе. Сразу после школы мечту свою уехал воплощать в Армавирский военно-авиационный институт. В 2005 году окончил Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков и поступил на службу по контракту в воинскую часть в Калининградской области, рассказывает тетя Юрия. Такой, знаете, он у нас трудоколик, наверное. Мне кажется, у него все сейчас играючи, понимаете. Если он захотел, он это делал. Но если он не хотел, конечно, вот. А так вот. Ну, такой, знаете, у нас был. Он не публичный у нас мальчик был. Он такой скромный мальчишка. Ну, дело свое дело. В Сирию его направили несколько недель назад. Трагедия произошла на земле. Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж из двух человек погиб, не успев катапультироваться. Предполагаемые причины случившегося в Минобороны назвали неисправность самолета. Со слов родственников, Юрий перед каждым вылетом успокаивал их, чтобы не беспокоились. А мама при разговорах о сыне успокаивала окружающих. Я говорю, ааа, да вы что, в Сирии как так, почему? Она говорит, да не переживайте. Ну, вроде, все будет хорошо. Ладно, хорошо. Дай бог, чтобы было все хорошо. И говорю, Юрке огромный привет. И домашнее задание, как полагается. Она ха-ха-ха, какое. Чтобы вернулся домой живым и здоровым. Все он не выполнил домашнее задание. Впервые. Впервые за всю его ученическую деятельность в нашей школе. Две недели оставалось Юрию Медведкову до возвращения в Россию. Ухороны пройдут завтра в селе Русский Меликес, где живут родные гвардии капитана российских ВКС. Проводить в последний путь летчика приедут его вдова, сын и дочь. Мария Сафронова, Васса Рассадина, Вести Ульяновск, из Меликесского района. Весь район Репина в Ульяновске накануне оказался в напряжении. Силовики взяли выцепление церкви в Сретение Господне. Поползли слухи в храме террористы. Что же произошло вчера вечером, на самом деле, сегодня выяснили наши корреспонденты. Захватил заложницу и требует губернатора. Тревожный звонок поступил накануне вечером на пульт дежурного от прихожан церкви в Сретение Господне. Один из посетителей заявил, что захватывает заложницу. Остальных молодой человек из храма выпроводил. В полицию поступило сообщение о том, что в одном из храмов Ленинского района города Ульяновска, расположенного на улице Репина, мужчина начал вести себя неадекватно и высказывал угрозы в адрес прихожанки храма. На место оперативно выехали представители всех силовых структур. Храм со всех сторон оцепили. Эксперты приступили к переговорам. Во время беседы с преступником росгвардейцем удалось максимально приблизиться к молодому человеку. Все признаки того, что человек от сотрудников полиции внутренних дел мы уже узнали, то есть он неадекватный, уже не раз за ним это наблюдалось. Единственное, оставалось только риск, что действительно взрывное устройство есть или нет. Во время переговоров стражи порядка увидели в руках мужчины сотовый телефон с проводами, ведущими к самодельному взрывному устройству. Злоумышленник пояснил, ему нужно срочно передать губернатору важную информацию. Если глава региона не прибудет, церковь взлетит на воздух. Когда я заходил, в принципе, я прошел в сторону алтаря, немного его отвлек тем моментом, то есть его взгляд ушел в сторону, Марат Мунирович в этот момент проник за стену. Он находился тоже в полутора метрах от данного гражданина. После чего, значит, мы вдвоем, получается, я за левую руку, в которой находился телефон, схватил его, значит, зажал ее, зафиксировал. Меня Марат Мунирович, значит, зацепил за правую руку, которую он держал за горло, за заложницу, так скажем, женщины 54-го года рождения. Вот. Ну и резким, значит, рывком, значит, мы применили к нему физическую силу, и он был, значит, обезврежен. Молодого человека задержали и позже допросили уже в отделении полиции. Там он пояснил, что ничего плохого не хотел. Тотю Таню, как назвал он заложницу, попросил не бояться и вообще в содеянном не раскаивается. Ничего плохого я никому не хотел сделать. Вы сейчас сожалеете о сделанном? А? Сейчас сожалеете? Я сожалею о сделанном ранее. Ну, по человеку мы осуждали. До этого случай был. Можно было просто подойти к ним поговорить, сейчас они меня боятся. Ну, не знаю, может, еще привет. Вопрос на самом деле важный. Ну, ничего плохого никому не хотел. Преступником оказался житель города 1992 года рождения. Парень состоит на учете в психиатрическом диспансере и ранее судимый. Идет следствие. Возбуждено уголовное дело. Вас с Рассадина Ирина Силкина, Дамир Губеев, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Пошла наперекор родителям в детстве и стала одним из лучших скрипачей, повзрослев. Маюка Камио – золотая медаль международного конкурса Чайковского и лауреат других премий в Ульяновске. Сегодня наша съемочная группа побывала на репетиции русского и японского концерта. Одна из сложнейших вещей для исполнения – громкая и неженская музыка. Именно так отзывается о своем любимом концерте Маюка Камио. Точеная японка – лауреат первой премии международного конкурса имени Чайковского на сцене мем-центра. Вместе с Ульяновским симфоническим оркестром репетирует концерт номер один для скрипки с оркестром Шостаковича. Один раз я сыграла этот концерт в Израилу филармоник, и я потеряла даже сумечок на сцене. Не играла последние ноты, потому что так очень сложный концерт для меня. Совместный концерт с нашим оркестром – это один из шагов подготовки русско-японских гастролей в рамках проведения российского года в Японии. Шостаковича при этом выбрала именно солистка. Она заказала проблему, создала очень сложный концерт, который очень и очень редко играется. Гениальнейший концерт Шостаковича, который ставит огромные задачи перед солистом и перед оркестром. Это, конечно, очень интересно. Мы уже проиграли, казалось бы, сложнейшую музыку, но, в общем, с ней было очень легко репетировать. Это, конечно, радостно. Маюка Камио – одна из самых титулованных скрипачек Японии, обладательница Страдивариуса 1731 года. К профессии, прославившей ее на весь мир, девочка из Японии шла сквозь тернии. Играть на скрипке в Японии всегда очень-очень дорого, только для богатых людей. Поэтому мои родители всегда сказали, что это не стоит играть, потому что потом как ты будешь зарабатывать эти деньги, которые тратили на тебя. Но когда я первый раз, как будто была так маленькая, слышала Чайковского, еще Шостакович, я просто влюбила. Позже влюбила в себя жюри международных конкурсов. И это будет один из лучших концертов в Ульяновске, уверяют музыканты. На сцене мем-центра. Он состоится 14 октября. Гастроли же симфонического оркестра «Губернаторский» в Японии пройдут с 15 по 28 ноября. Ксения Грищенко, Александр Аврамов, Вести, Ульяновск. Это наша с тобой биография. Выставка под таким названием открылась в музее городского быта. Среди экспонатов монеты и бумажные деньги времен Советского Союза, школьная форма, то эпохи наручные часы, предметы быта и многое другое. Эта выставка посвящена ушедшей эпохе советской страны. И ее основная тема – это отражение времени в повседневных вещах, которые окружали человека еще в недавнем прошлом. И надо сказать, что благодаря нашей выставке складывается ощущение, что действительно мы жили в очень интересное время. Познакомиться с экспонатами выставки все желающие могут вплоть до февраля следующего года. Это была последняя информация в нашей программе. Далее прогноз погоды. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До встречи на телеканале «Россия-1». Субтитры предоставил DimaTorzok